Катрин Леблан Катрин Леблан работает с прекрасным иллюстратором Эвой Тарли. Вместе они создали серию чудесных книг о маленьком медвежонке Мартини. Эти книги никогда не поздно прочесть. На русском языке в издательстве Палеандрия вышло три истории о медвежонке. У меня теперь есть сестренка. Слишком большой, слишком маленький. Я туда не пойду. Сегодня мы познакомимся с одной из книг этой серии. У меня теперь есть сестренка. Медвежонок Мартин должен справиться с непростым испытанием. У него появилась младшая сестра. Малышка пока прячется у мамы в животе, поэтому он такой большой. Однажды утром Мартин просыпается и идет в спальню к родителям поздороваться с ними. Но в спале никого нет. Во всем доме тихо-тихо. Что же случилось? Мартин спускается по лестнице. И тут никого. Не могли же родители его бросить. Ему не по себе, и он зовет. Мама! На его зов приходит бабушка. Почему она оказалась у них в гостях в такую рань? Здравствуй, Мартин. Ты уже проснулся? Папа с мамой уехали в клинику. Ночью у тебя родилась сестренка. Ах да, сестренка. Мартин совсем забыл о ней. А теперь обрадовался. Наконец-то ему будет с кем поиграть. Бабушка, можно мне на нее посмотреть? Конечно, милый. Сегодня ты ее увидишь. Довольный Мартин садится завтракать. В клинике Мартин видит маму. Она баюкает на руках маленькую сестренку. Мартин растерялся. Мама держит ее бережно, словно сокровище. А сам он не может теперь залезть к маме на ручки. Место занято. Мама зовет его. Иди сюда, Мартин. Смотри. Она спит. Твою сестричку зовут Анна, добавляет папа. Мартин подходит ближе. Какая же она маленькая. Сестричка почему-то не здоровается с Мартином. Она даже не открывает глазки. Такая крохотная. Ничего не умеет. Мартину скучно. Лучше уж он поиграет с папиным телефоном. Когда мама с сестричкой Анной возвращаются домой, в семье настоящий праздник. Родители с Мартином сидят на диване, обнимают его, играют и смеются. На завтра Мартину тоже хочется поиграть с мамой, но ей некогда. Она моет Анну, и у нее даже нет времени помочь Мартину одеться. Ты сам справишься, говорит мама. Ты ведь уже большой. Он хочет поиграть с папой, но и папа все время занят. Пойдем погуляем. То и дело, спрашивает его Мартин. Сейчас не могу, малыш. С Мартином папе гулять некогда. Зато, как только у него на руках оказывается Анна, он радостно восклицает. Какая же она хорошенькая. Мартин ничего не понимает. От него родители хотят, чтобы он был взрослым и самостоятельным. А сами души не чают в этой малявке, которая не умеет ни ходить, ни говорить. Зачем тогда чему-то учиться? Анна спит рядом с родителями. Они все время таскают ее на руках. И даже когда они не берут малышку на руки, все равно говорят только о ней. Иногда она плачет. А плачет Анна громко и долго-предолго. Иногда от нее плохо пахнет. Но родители все равно смотрят на нее и умиляются. А он, Мартин, теперь никому не нужен. И тогда Мартин решил больше не умываться. Что с тобой, Мартин? Он не отвечает. Он больше ничего не хочет делать сам. Мама требует, чтобы он все-таки умылся. И Мартин выходит из себя. Он плачет, кричит и топает ногами. Мама сердится и ругает Мартина. Мартин ужасно расстроен. Он обнимает своего плюшевого мишку. Ложится рядом с Анной. И собирается провести так весь день. Ведь родителям нравятся только маленькие. Анна что-то лепечет. Вот не умеха, думает Мартин. Даже до своих погремушек не может дотянуться. И за что родители ее так любят. Мартин внимательно разглядывает сестренку. У нее такая забавная круглая рожица. Мартин гладит ее щечку. Малышка смотрит на него. И Мартин говорит. Привет, Анна. Это я, твой старший брат. Она трогает его ножками. Вообще-то она смешная. И он берет ее крохотную лапку в своем. Мартин пробует лопотать, как малыши. Агу, агу. Анна открывает ротик и повторяет за ним. Это их первая игра вдвоем. Анна не умеет ни стоять, ни сидеть. И ходить тоже еще не может. Как плохо быть маленькой. Я построю тебе замок, говорит Мартин. И перестраивая для нее свою башню. Мартин спрашивает у мамы. Можно мне подержать Анну? Держи, только осторожно. И мама кладет малышку на руки Мартину. Ого, какая тяжелая. Он делает шаг, другой. У него получается. Мартин чувствует себя очень сильным. Он несет Анну к себе в комнату. И объявляет своим игрушкам. У меня теперь есть сестренка. Вот, смотрите. Мама поглядывает на них с гордостью. Она рада, что у нее такие дети. У меня дочка-малышка. И великан-сынишка. А тут как раз ходит папа с мячиком. Ну что, Мартин, поиграем? Пап, ты же видишь, я занят. Маленького медвежонка Мартина появляется сестренка Анна. И он начинает ревновать ее к своим родителям. Ведь теперь все их внимание достается ей. Родители очень заняты. И медвежонку кажется, что о нем все забыли. Со временем Мартин понимает, что может многому научить свою маленькую сестру. Ведь он теперь взрослый и ответственный медведь. И это совсем неплохо, быть сильным старшим братом. А даже наоборот, весело и смешно. Теперь он будет помогать своей сестренке и защищать ее от опасности большого мира. Прочитав эту историю, проникаясь уважением к Мартину, ведь он научился ценить и любить свою семью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова